Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Чудные дела твои, Господи, что называется, удивительные дела творятся. Пишут, можно возвращаться. Значит, для Пугачёва прилетела счастливая весть из России. Мы с вами уже говорили о том, что предпосылки к возвращению имеются, и очень даже серьёзные. Но я не ожидал, конечно, от наших с вами соотечественников. Может быть, мы с вами, конечно, здесь на канале понимаем, что происходит. Согласно результатам опроса, проведённого порталом Суперджоп, Пугачёва оказалась на втором месте, друзья, в списке тех, кого россияне хотели бы видеть на экранах в новогоднюю ночь. Вот вам и рабы, и холопы. Что называется, без хозяина жить не можем. Артистка уступила лишь Николаю Баскову, который получил почётное золото. Не случайно, пишет Алла Пугачёва, пыталась договориться с руководством телеканала впустить её на новогодние огоньки. И, похоже, Пугачёва знала, что на родине её по-прежнему ждёт преданная аудитория. И так оно и получилось. Даже несмотря на громкие высказывания певицы, знаменитость нисколько не потеряла спрос после своего отъезда из страны. Ну и дальше то, что я уже зачитал, что Пугачёва оказалась на втором месте в списке тех, кого россияне хотели бы видеть на экранах в новогоднюю ночь. Что это такое? Значит, отголоски крепостного права, крепостничества или что это такое? Я просто удивлён, конечно. То есть, подумайте на секундочку, провели опрос, и наши с вами соотечественники на втором месте хотят видеть на экранах Аллу Пугачёву. Что это, символ того, что это стабильность в стране или что? Или это привычка? Мы говорим наоборот, новогодний огонёк этот или как там, голубой огонёк, чтобы были новые исполнители, новая свежая кровь, что называется. А люди хотят видеть Баскову и Пугачёву, несмотря на её заявление, рабы и холопы, несмотря на её заявление о целях операции. Я поражён. Я честно скажу, я просто поражён. Естественно, при таком раскладе она может сама приехать и очень хорошо зарабатывать сама, если наконец она просто решит выйти на сцену. Я считаю, что это очень хороший показатель того, что происходит в стране, друзья. Потому что она должна быть, ну, с моей точки зрения, не на втором месте, а на предпоследнем, если бы она была, учитывая, как люди бы отреагировали. Нет, нет. За новогодним столом наши соотечественники хотят видеть по телевизору Пугачёва. Друзья, как вам? Что думаете на сей счёт? Интересно, просто действительно интересно ваше мнение. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что по-настоящему важная и актуальная новость для нас всех на сегодняшний день. Это события в сопредельном государстве и новости о особо чувствительных направлениях. Лиман Херсон, мои ролики на остросоциальные и политические темы. Всё это в моём телеграм-канале Будда Гришна Новости. Подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Друзья, здесь на YouTube есть канал, называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И в ближайшее время также на этом канале начнут выходить видео в формате влога и короткие ролики шортс. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не упустить. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok